всем привет вы на канале быстрые блюда и с вами я виктория сегодня мы будем готовить фрезе фрезе приготовлю так как его готовят во франции по классическому рецепту бисквит крем муслин клубничный сироп и все красиво украшу свежей клубникой я уже давно живу во францию и часто готовила этот торт он получается всегда очень вкусный красивый подойдет и на день рождения и на любой другой праздник я вам советую приготовить его заранее чтобы он успел постоять в холодильнике их крем хорошо схватился также он успеет хорошо пропитаться сначала я приготовлю бисквит для бисквита мне понадобится 5 яиц 150 грамм муки и 150 грамм сахара я хорошо аккуратно отделяю желтки от белков и начинаю взбивать белки в устойчивую пену постепенно в белки я ввожу сахар и продолжаю взбивать вот такая консистенция должна получиться у белков затем я беру желтки и ввожу их в белки продолжаю взбивать но недолго буквально одну-две минуты чтобы не перебить белки откладываю миксер в сторону просеиваю через сито муку и аккуратными движениями лопаткой снизу вверх все хорошо перемешиваю я не рекомендую вам добавлять разрыхлитель в это тесто коржи получаются очень вкусные воздушные и запекаются без всяких проблем без разрыхлителей именно так фразе готовят во франции и я готовила много раз у меня все получается очень хорошо подготавливаем форму для запекания смазываем ее обильно сливочным маслом и выливаем тесто в форму выпекаем тесто заранее разогретый до 180 градусов духовке в течение 12-15 минут готовность проверяем с помощью деревянной шпажки некоторые готовят два коржа я готовлю один кож разрезаю его напополам корж готов я оставляю его остужаться и начинаю готовить крем муслин для этого мне понадобится 250 граммов сливочного масла 5 желтков 500 миллилитров молока экстракт ванили крахмал мука и сахар выливаю в емкость молоко и оставляю разогреваться до закипения смешиваю желтки с сахаром добавляю экстракт ванили если у вас нет экстракта ванили замените его ванильным сахаром добавляю крахмал и муку хорошо перемешиваю до однородности в эту смесь я наливаю закипевшее молоко и хорошо перемешиваю в другую емкость выливаю эту смесь и ставлю на маленький огонь еще на одну-две минуты постоянно помешивая до загустения крем я накрываю пленкой в контакт и оставляю остужаться при комнатной температуре сливочное масло я буду добавлять позже затем я приготовлю клубничный сироп для этого мне понадобится клубника вода и сахар небольшую емкость наливаю воду высыпаю сахар и клубнику нарезанную маленькими кусочками хорошо перемешиваю и оставляю кипятиться на маленьком огне 10-15 минут сироп готов я его процеживаю оставляю остужаться бисквит остыл я его вынимаю аккуратно из формы ножиком срезаю шапочку перекладываю на блюдо и и разрезаю на два коржа сразу переложите на блюдо на котором вы будете его подавать так вам не придется потом его заново перекладывать сначала оставляю на блюде один корж сверху накладываю кольцо на кольцо вот таким образом я приклеиваю сливочным маслом кондитерскую бумагу остывший крем взбиваю миксером со сливочным маслом сливочное масло должно быть очень очень мягким некоторые добавляют сразу в горячий крем сливочное масло и миксером перемешивают я же советую вам сделать вот так 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 вам не придется это делать два раза то есть в остывший крем накладываем мягкое сливочное масло и хорошо перемалываем миксером в кондитерский мешок я накладываю крем на моем канале есть другие рецепты тортов бисквитов ссылки я оставлю в описании под видео отрезаем кончик кондитерского мешка и начинаем собирать тортик сначала я промазываю сиропом корж надо очень хорошо все промазать затем клубнику разрезаю напополам вот таким образом хорошо если клубника будет крупная и вот так к стеночке аккуратно по кругу укладываю клубнику затем хорошенько все промазываю кремом выравниваю крем по всей поверхности промазывайте хорошо чтобы крем также проник между клубничками немножко так он скрепится лучше одну часть клубники я нарезала и сверху укладываю вот таким образом нарезанную клубнику сверху немного выдавливаю крема и все хорошо выравниваю хорошенько начиная промазывать сиропом второй корж укладываю второй корж сверху немного прижимаю приготовлю крем маскарпоне для этого мне понадобится маскарпоне или сливочный сыр сливки и сахарная пудра смешиваем сливки с маскарпоне и с сахарной пудрой сначала хорошо все размешиваю вилкой до однородного состояния а затем хорошо взбиваю миксером до кремового состояния этим кремом я покрою верхний корж хорошенько смазываю верхний корж и стараюсь все хорошенько выровнять торт у меня пробыл в холодильнике всю ночь и сейчас я его буду доставать и украшать свежей клубникой клубнику я заранее нарезала одну часть клубники я нарезала напополам и оставила ее прямо с веточками а другую часть я нарезала тонкими ломтиками аккуратно убираю кондитерскую бумагу вот таким образом кондитерская бумага нам служила как бы страховкой что чтобы коржи не прилипли к формочке хорошенько все выравниваю ножичком все подравниваю хорошо и начинаю укладывать сверху клубнику конечно же вы можете украсить так как вам больше нравится тортик получился очень вкусным воздушным красивым гости на нашем дне рождения были все очень рады всем торт очень понравился и съели его за считанные минуты сейчас я вам его разрежу и покажу какой он получился внутри надеюсь этот рецепт вам придется по вкусу подписывайтесь на мой канал делитесь видео с друзьями напишите мне в своих комментариях как он у вас получился а я вам желаю приятного аппетита хорошего настроения и до новых встреч до новых встреч